О свойствах бани говорили еще с древних времен. И древнеримский Гален говорил о том, что когда потоотделения не усилены, тогда люди начинают болеть. Поэтому бани приходят на помощь. Банная процедура снимает усталость благодаря тому, что вместе с потом выводится молочная кислота, основной фактор усталости, боли в мышцах и ломоты. А еще баня стимулирует деятельность всех органов и систем организма. В бане приходит движение депонированное, то есть находящееся в резерве кровь. А это весьма существенно для оздоровления. Кроме того, в бане благодаря значительному разогреву тела и внутренних органов гибнут болезнетворные микробы. А это уже двойной эффект. И возникает вопрос, как же правильно ходить в баню? Как подобрать тот самый веник и сделать так, чтобы действительно оздоравливался организм? Обо всем этом поговорим с нашими гостями. Татьяна Дарий и Павел Стерликов. Здравствуйте. Доброе утро. Настоящие пармастера. Да, именно так. Ну, расскажите нам вот с точки зрения профилактики. Вот я начинаю заболевать. Мне можно в баню ходить? Вот у меня уже температура, меня калашмакит. Ну, 37 еще, да, только начинается. Если уже пошла температура, то непосредственно в парилку лучше уже не заходить. А если начинается какой-то озноб, но большой температуры нет, там 36,9, допустим, еще можно зайти в парилку, подстегнуть, так скажем, организм, подогреть его и, ну, запустить оздоровительные процессы в организме. То есть болезнь, она все равно уже как бы пошла, пошел какой-то вирус, но организм этот этап гораздо быстрее просто пройдет. То есть если першит горло, если заложен нос, то можно, в принципе, зайти и все от всего этого... При этом, если нет температуры, то есть если температура до 37 градусов, тогда можно, я бы сказала, даже нужно в парилку. Ну, у тебя температура 37, вот ты уже изнутри разогрелся и дальше пошел в парилку. Слишком большая нагрузка пойдет на сердце, на другие системы. А лучше предостеревать. Это опасно. Вообще, конечно, нужно смотреть по самочувствию, потому что я знаю, есть некоторые люди, которые привыкли там 37, и вот им надо перебить температуру, они привыкли к этому. А я не знаю, как их организм себя ведет в этой ситуации. Ну, тогда медики, конечно, говорят, что это делать нельзя, но все по самочувствию делают. Ну, расскажите, пожалуйста, а сколько вот нужно находиться в парилке и при какой температуре, чтобы все было кошерно? Температура для парения, мы сейчас говорим про оздоровительную баню. Да, оздоровительную, конечно. Не для ощущения, чтобы уши в трубочку, а именно для оздоровления. Температура при этом важна, но еще важна влажность. И именно соблюдение вот этих двух параметров, сочетание этих двух параметров, она дает как раз здоровую баню. И в сумме, если мы берем градусы температуры и процент влажности, они должны составлять 120. То есть, если у вас 50 градусов температура, то очень высокая, 70% должна быть влажность. Если температура повыше, 70-80 градусов, соответственно, 40-50% должна быть влажность в тот момент, когда вы паритесь. Цифры весьма важны. Как это все по-научному? Кажется, что только специалист может помочь. Тут в студии очень вкусно пахнет. Да, хочется отметить, ароматы невероятные. Этот веник просто вот превосходный. Хочется вот так вот зарыться в него. Как вы вообще все это собираете? Что это здесь за траву? Что есть в этом веник? Есть специализированные магазины, которые делают... Вот этот веник называется березовый колохул. Он, собственно, как вы правильно заметили, специально для лица. Вы, когда ложитесь, банщик укрывает вам лицо. Тут очень много трав, вкалипт, березка, малина. Им просто полезно дышать. Воздействие прямое, собственно, идет. То есть листаться им не... Нет, этим... Он не для парения. Мы его охлаждаем. Зимой мы охлаждаем его на улице, летом в холодной воде. И как домик ставим на голову тому человеку, которого парим, нашему гостю. Дом на голове. Здесь получается очень много ингаляций. Здесь ребята нам собирают малину, здесь эвкалипт. Что здесь еще? Всякого вкусного очень много. В общем, здесь 5-7 трав, которые именно для дыхания полезны. Его можно вообще просто в парилку ставить, ну, немножко распарить и поставить. Он будет давать ароматы. Это уже хорошо. Да я бы дома такое поставила. Вы нас оздоровили с утра. Мы уже здоровы и готовы к наплыву болезней. И мы с ними совсем исправим. Готовы бороться точно. Вообще, в принципе, в бане при, ну, респираторных, так скажем, проблемах нужны веники, которые воздействуют на дыхательные пути. Это, в первую очередь, эвкалипт. Пихта также хорошо подходит. Ну, любой веник, который обеззараживает хорошо воздух. Например, полын еще. Для нашего города очень актуально. Да. Подышать свежим. Чаще всего у нас люди, они приходят в парную, мы даем пар, даем подышать вот этим горячим, влажным и насыщенным травмами воздухом, и они просто начинают кашлять. Все, даже если он здоров. И первые вот 15-20 минут человек просто откашливается, у него из легких как раз выходит вот все, что он надышал. Вы нас заразили уже несколько идей бани, за что мы вам благодарны и готовы прийти оздоравливаться. Спасибо вам большое. Мы обязательно рассмотрим вариант похождения в баню с профессиональными пармастерами, такими как Татьяна Дарья и Павел Стерликов. Спасибо вам большое, что вы пришли. Спасибо, что все рассказали и всему научили. Спасибо. Доброго вам утра. А как защитить свои права, расскажет Николай Попов в рубрике «Ваше право».